Итак, вот она куча, показана на слайде слева. Формально куча это просто двоичное дерево, то есть дерево, у каждой вершины которого либо один, либо два, либо ноль детей. Чтобы это дерево могло называться кучей, в нем должно выполняться следующее свойство. Значение в каждой вершине должно быть меньше либо равно, чем значение в каждом из ее двух детей. В таком случае куча называется мин кучей, то есть в такой ситуации минимум в куче, как несложно видеть, будет храниться в корне, ну и поэтому она называется мин кучей. Есть точно такая же аналогичная макс куча, когда в корне у нас будет храниться максимум, ну и в каждой вершине выполняется свойство, что значение в вершине больше либо равно, чем значение в обоих детях, ну во всех детях, которые есть. Мы в дальнейшем будем по умолчанию предполагать, что работаем мы с мин кучей. Итого, вот это самое главное свойство. Значение в вершине, в каждой вершине будет меньше либо равно, чем значение во всех оставшихся, чем значение в, прошу прощения, значение в ее детях. Из этого, несложно заметить, следует, как уже было сказано, что минимум из всех значений хранится обязательно в корне. Ну то есть, когда мы вообще двигаемся от любой вершины наверх, то значения могут только уменьшаться. Поэтому, когда мы приходим в корень, получается минимальное значение, которое вообще можно во всей куче найти. Ну мы уже получили, что операция getmin, соответственно, работает просто за константное время. Если мы помним корень дерева, то мы сразу можем посмотреть, какое значение там написано, и это и будет минимальным приоритетом. Давайте разбираться теперь, как устроены все операции с кучей. Предположим, что нам надо вставить какой-нибудь элемент. Вот есть новый элемент 5, и здесь предлагается на слайде просто взять его и подвесить листом в произвольное место кучи. То есть выбрать какую-нибудь вершину, у которой отсутствует хотя бы один ребенок, и сделать новый элемент вот ребенком. Итак, мы подвесили элемент 5. Очевидно, что все так просто не могло бы быть. То есть мы видим, что здесь нарушилось свойство кучи вот в вершине 42 теперь. То есть в вершине 42 значение больше, чем в ее ребенке. Вот мы видим, что есть проблемная вершина 42, ну и точнее даже проблемное ребро. Надо как-то эту проблему чинить. Ну, начнем чинить ее банально. Давайте просто возьмем и обменяем вершины 5 и 42 местами. Получится вот такая вот картина. Обменяли, но по-прежнему на самом деле это дерево кучей не является, поскольку проблема теперь обнаружилась у нас вот в вершине 18. У нее теперь есть ребенок, в котором значение написано, которое строго меньше, чем в ней. Ну, давайте подобным же трюком и будем дальше чинить. Возьмем и вершину 5 обменяем с 18. То есть то, что происходит, это вершина просеивается вверх, ну или еще можно представлять себе, что она всплывает, что все эти наши вершины и значения, которые в них написаны, это их веса, например. И более легкие вершины должны оказываться вверх. То есть мы позволяем вершине всплыть. Вот вершина 5 всплыла еще выше, теперь проблема обнаружилась с вершинами 7 и 5. Ну, мы опять дадим вершине 5 всплыть, и вот теперь-то она всплыла на свое место, дальше ей всплывать не надо, потому что ее родители теперь это 4, и с этим все хорошо. Ну и видно, что теперь свойства кучи выполнены. Вот именно так операция вставки и устроена, то есть она внутри использует операцию просеивания вверх, так называемую. Это можно считать такой приватной операцией этой структуры данных, которая внутри используется, чтобы свойства кучи чинить. Давайте чуть-чуть подробнее про это поговорим, про то, как мы чинили. То есть на примере все выглядело просто, но если формально доказывать корректность этой операции, то мы бы использовали вот такой вот важный инвариант. Нам важно, что в каждый момент времени у нас свойства кучи нарушены не более, чем в одной вершине. Вот мы изначально подвесили новым листом вершину 5, и свойства кучи могло в этот момент нарушиться только в родители этой вершине. После того, как мы их поменяли, свойства кучи может быть нарушено только в родители вот новой помененной вершины. И мы эту проблемную вершину потихоньку гоним, гоним, гоним наверх до тех пор, пока все проблемы у нас не исправятся. Соответственно, время работы полученной операции будет не более, чем у от аж, где аж это высота нашей кучи. Просто, поскольку каждый обмен это константная операция, и мы все время приближаемся к корню, ну, значит, сделаем мы не более, чем аж таких вот обменов.